Расскажи, как ты начала делать тату? Я начала делать тату вот с этой маленькой татуировки. Ну, то есть, честно говоря, у меня был такой стереотип, что если человек татуированный, то это, честно говоря, зэк, скорее всего. И до сих пор я очень... Короче, вот я вам говорила, что татуировки не гарантируют того, что человек озлобленный или какой-то тупой, но ума тоже они не гарантируют, если честно. Но все равно, если я вижу человека, и у него, допустим, весь грудак, все руки, все ноги, все забито татуировками, это что-то дозначит. Честно. У меня прямо в книге есть голова, где психологи рассказывают, что, скорее всего, у человека какие-то проблемы. С самоопределением или еще с чем-то. Нормальный, самоуверенный человек не забьется полностью в татухи. Понимаете? Ну, чтобы понять, что у него, может быть, у него была какая-то трагическая там история любви или вообще в жизни что-то произошло. Или крышак подъехал, что тоже не исключено, у нас у всех крышак подъеханный. Но чтобы это узнать, нужно спросить у человека. Попросить его рассказать историю. Каждая татуировка, а у меня их три, если честно, каждая моя татуха, это что-то дозначит, что-то какой-то, какой-то период в моей жизни. Вот эта татуха, это когда мы с мужем, с первым мужем решили сделать парный тату. Я почему-то думаю, блин, все, люблю мужа, ладно, все, надо ему доказать, что я люблю. Я говорю, что сделать, набью татуху, потому что я не могла носить кольца, они у меня терялись. Ну, то есть я из обручалки ходила. Набью дату свадьбы, чтобы он знал, что я с ним навсегда. Он сказал, давай, все, ладно, набьем, раз ты такая больная, набьем две татухи. Я набила, а ему было некогда. А потом все исчезло. Ну, короче, татухи, вот парные татуировки лучше делайте маленькими. Давайте честно, браки распадаются, люди разбегаются. Если вы просто разбежались, чуть-чуть попереживали, поплакали и разбежались, это одно. А второе, если у вас вот так во всю спину нарисован тигр. Татухи, парные татухи лучше делать в детстве. Вот этим лучше переболеть в детстве. В детстве корю, корю желтухой, там, ветрянкой переболеть лучше и татуировками парными. Набейте какие-нибудь два сердечка какие-нибудь в хорошем тату-салоне, чтобы вам кровь не заразили ничем. И все. Потом разбежитесь, вы там подпишите, что, типа, любовь проходит, что-то такое, и все, и живите дальше.